Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости регионов в студии Виталий Барташевич. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Лучшего студента года назвали в Брестской области. В Солигорске прошел выездной круглый стол на тему «Женщины против наркотиков и спида». Второй открытый кубок Белоруссии по пауэрлифтингу без экипировки прошел в Пинске. Лучшего студента года назвали в Брестской области. Имя победителя, а точнее победительницы, стало известно во время регионального этапа конкурса. Перед членами жюри, в состав которого вошли представители местной вертикали власти, общественного объединения БРСМ, победители испытания прошлых лет представили четыре претендента четырех вузов Брестской области. О серьезных испытаниях и о том, кому достался главный приз конкурса, наш следующий сюжет. Это действительно возможность самореализоваться, показать свой накопленный опыт, достойно представить свой вуз. Также я хочу показать своим родителям, чего я достигла, потому что они вложили в меня не только много знаний, но и умений. Поэтому это в первую очередь я хочу получить гордость моих родителей. Я иду удивить жюри. У меня очень интересный номер творческий. Я хочу сделать его современным, так как век нанотехнологии, технологии. И я хочу, чтобы это произвело фурор на зал. В первую очередь я иду с целью хорошо выступить и представить свой университет. Студент года – конкурс, который на протяжении многих лет объединяет на одной площадке лучших молодежных лидеров со всего региона. У каждого из них свои цели, свои мечты и ожидания от этого испытания. А потому здесь никогда не бывает проигравших. Творческое состязание для его участников становится очередной ступенькой, пройденной для того, чтобы показать себя, раскрыть способности и таланты. Именно в конкурсных этапах есть различные направления. Это и презентации, это и студенты делают видеоролики, это и интеллектуальные конкурсы. В целом оценивается успеваемость студента. Поэтому приятно осознавать, вот мы уже смотрели портфолио каждого из студентов, что молодежь, которая сегодня представлена, действительно лучшая. Всегда принимает этот конкурс тот университет, чей победитель был в прошлом году. Вот в прошлом году победила студентка Брестко-технического университета, вот мы в этом зале. И хочется сказать, что конкурс интересный, нужный, всегда очень интересно здесь проходят и номинации, и все соревновательные моменты эти необходимы, потому что студент очень интересная натура и очень интересная личность. В этом году 4 вуза, а это Брестский государственный университет имени Пушкина, Государственный технический университет, Барановичские, Полески представили своих участников, а точнее участниц творческо-интеллектуального состязания. С первых минут девушки смогли показать, что долго готовились к этому этапу, и каждая из них достойна получить главный титул. Мне очень помогала моя замдекана, ей огромное спасибо за это, я бы без нее не справилась. Ну, интересно было, наверное, творческий номер ставит для меня, это как творческого человека, это наиболее интересный номер был. Ни для кого не секрет, что среди студентов бывают некоторые конфликты, недопонимания. Этот конкурс все-таки нас сплотил, потому что подготовка к такому конкурсу никогда не делается одним человеком. Это всегда команда, это всегда друзья, педагоги, которые мне помогают. И вот с некоторыми из ниже названных я действительно она сблизилась. Вот это моя группа поддержки. К слову, именно Анастасии Гурпи в этот раз удача улыбнулась больше. Именно она была удостоена звания лучшей студентки Брестской области и почетного права уже совсем скоро представить регион на республиканском этапе состязания. Анастасия Назрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Солигорске прошел выездной круглый стол на тему «Женщины против наркотиков и СПИДа» с участием первичной организации ООО «Белорусский союз женщин» Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Женщины-парламентарии приехали в Солигорск, чтобы познакомиться с опытом района по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании, узнать, как реализуется первый в Белоруссии пилотный проект внедрения схемы перенаправления наркопотребителей, имеющих проблемы с законом, и обсудить существующие проблемы. Как прошел визит и какие вопросы были подняты в нашем сюжете. Женщин-парламентариев ждала в Солигорске насыщенная программа. Принимающая сторона постаралась организовать встречу так, чтобы депутаты смогли не только плодотворно поработать, но и немного познакомиться с жизнью шахтерской столицы. Радушно встретил гостей Центр детского творчества. В холле развернули выставку Николая Протасини в «Зеркале времени», героинями которой стали солигорчанки всех возрастов. Представили новые коллекции мужской, женской и детской одежды от «Калинки и Купалинки», а также провели мини-экскурсию по центру. Учитывая, что в Солигорск приехали члены первичной организации Белорусского союза женщин, созданной год назад в Палате представителей, не менее интересным стало и посещение Музея Матери. Наши сердца переполняет разнообразная палитра чувств и эмоций. И это, конечно же, от, наверное, прежде всего от гостеприимства нашего замечательного района. Это от той продукции, которая сегодня выставлена здесь на выставке замечательных и уникальных предприятий не только вашего города, но и нашей республики. И, конечно же, впечатление у выставки наших ребят, которые занимаются в этом уникальном центре творчества для детей и молодежи. Однако культурная программа была лишь приятным дополнением главной цели визита. В рамках республиканской акции Белорусского союза женщин «Женщины против наркотиков» и СПИДа депутаты знакомились с опытом солигорщины в этом направлении. Сегодня медучреждениями района предлагается широкий круг услуг, направленный на лечение и профилактику наркозависимости и ВИЧ-инфекции. В поликлинике выделен участок для работы с наркопотребителями. С 2010 года работает программа заместительной метадоновой терапии, с помощью которой наркопотребители успешно социализируются и находят работу. С 2012 года действует мобильный пункт добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ. Только в этом году его услугами воспользовались порядка двух тысяч человек. Сейчас эта программа финансируется государством. «На сегодняшний день этот пункт работает в две смены, то есть и утром, и вечером. Он оказывает услуги анонимные по таким программам снижения вреда, как предоставление информации о том, что это такое, какие инфекции, как можно снизить риск заражения. Оказывает услуги по обмену выдачи шприцев, презервативов, то есть программы снижения вреда. Также на пункт можно обратиться и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. В последующем наши работники, они выдают талончик перенаправления. Для чего это нужно? Прежде всего, для того, чтобы человек имел возможность действительно подтвердить свой диагноз, потому что экспресс-тесты бывают случаи и ложноположительные. И в последующем мог на бесплатной основе получать лечение, качественно специализированное лечение, которое в последующем тоже при систематическом приеме, грамотно подобранной антиретровирусной терапии, снижает риск последующей передачи и заражения. Еще одним направлением работы с наркопотребителями, имеющими проблемы с законом, стала реализация в Солигорске первого в стране пилотного проекта по перенаправлению данной категории лиц. Управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Солигорским РОВД реализуется единственный в республике пилотный проект по перенаправлению наркопотребителей, имеющих проблемы с законом. Поэтому было принято решение именно на базе Солигорского района провести круглый стол. Я уверена, что парламентариям будет интересно и полезно ознакомиться с опытом работы района, а также с новыми инновационными подходами в этом направлении. В рамках проекта ежемесячно с октября для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проводят ярмарку услуг. Главная идея – помочь этим людям социализироваться и тем самым избежать рецидивов. Если наркопотребитель стал участником метадоновой программы, нашел работу, создал семью, у него появляются другие интересы, уверена национальный консультант Управления ООН по наркотикам и преступности Людмила Трухан. Это одновременно в течение 12 часов все специалисты Солигорска, которые в большей или меньшей степени оказывают социальные и медицинские услуги, находятся в одном месте и люди, имеющие проблемы с законом, могут прийти, получить консультацию, получить направление на трудоустройство, на реабилитацию, на обмен шприцев, на получение наркологической помощи, помощи врача-инфекциониста. На эти же встречи приезжали представители общественных организаций, которые имеют опыт прекращения употребления наркотиков пациента заместительной терапии, рассказывали о той помощи, которую можно получить в кабинете заместительной терапии. Поэтому эта инициатива проводится на волонтерской основе пока что, но благодаря активной работе Солигорского психоневрологического диспансера выделена ставка специалиста по социальной работе и с ноября уже будет отдельный специалист, который будет заниматься вот этим перенаправлением лиц, имеющих проблемы с законом. Реализацию проекта женщины-парламентарии обсудили за круглым столом. Были подняты и проблемные вопросы. Например, о пересмотре перечня профессий, на которые могут быть трудоустроены наркопотребители. Работа с данной категорией направлена в том числе на профилактику ВИЧ-инфекции, ситуация с распространением которой в Солигорске вызывает обеспокоенность. В нынешнем году в районе проходит массовый скрининг по выявлению ВИЧ-инфекции. А недавно Беларусь подписала обязательство 90-90-90. Это значит, что 90% населения должны пройти тестирование на ВИЧ, 90% инфицированных будут лечиться, 90% больных будут безопасны для окружающих. Сегодняшнее мероприятие проведение круглого стола на базе города Солигорска под теми женщинами против наркотиков и СПИДа, оно предусматривает собой и рассмотрение реализацию практического применения декрета номер 6. Вы знаете, не случайно, наверное, сегодняшний круглый стол проводится накануне Всемирного дня против СПИДа. И мы будем рассматривать сегодня огромное количество вопросов по противодействию наркомании, профилактике распространения ВИЧ-инфекции. Парламентарии также встретились с активистами инициативной группы «Матери-328». Они обратились к парламентариям с просьбой пересмотреть в сторону послабления наказания за приобретение и употребление наркотиков. После ужесточения законодательства число осужденных по данной статье увеличилось в два раза. За прошлый год в Комиссию по законодательству поступило более трех тысяч обращений от родственников осужденных. Депутаты провели мониторинг и направили результаты в заинтересованные органы. Сейчас ведется разработка законопроекта о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и пересмотре статьи 328. Наказание должно быть соразмерно содеянным и, главное, справедливым. И, кроме этого, мы предложили, что все-таки каким-то образом необходимо разграничить сбыт, потому что ужесточение в первую очередь планировалось с целью выйти на тех, кто занимается действительно сбытом с корыстной целью, а не тех, кто совместно употребляет. Я считаю, что это жертвы, их надо лечить, а не направлять в места лишения свободы минимум на 8 лет. Мы теряем молодое поколение, потому что 8 лет – это слишком много, на мой взгляд. И поэтому мы предложили еще все-таки разграничить или в виде примечаний, или каким-то образом еще другим работаем над этим, чтобы совместное одноразовое приобретение и употребление не считалось сбытом. Завершился насыщенный визит женщин-парламентариев посещением подземного отделения республиканской больницы с пелеулечением. Все лето исполняется ровно 500 годов с выдания Францишкам с Карыном, его первого друкованного твору. И Беларусь таким чином отзнашает юбилей своего книга-друкованья. За годы, несколько годов тому, стартовал навуковый проект «Одновление всех книг и творов с Карыны». Проект реализованный по инициативе Национальной библиотеки суместно с Беларуским Знешнеэкономичным банком. Первое полное факсимильное узнавлення книжной спадшины з'явилася и у Пинску. 20 тамов передадзены у библиотечный фонд духовной семинары имя Тамаша Эквинскага. У юбилейный год, каля отзначается 500-ая годовина беларускага книга-друкарства, выканана амбицийная справа. По инициативе Национальной библиотеки отбылось первое полное факсимильное узнавлення книжной спадшины у сходне славянского перша-друкара Францишка Скарыны. Сбор твору выдадзены при подтрымце беларускага Знежэкономичного банка и зараз присутничая у фондах сусветных и республиканских навычальных установ. Так само наша междоэцезиальная духовная семинария отрымала такий подарунок от Национальной библиотеки. Церемония уручения отбылась у стенах областной библиотеки у нас в областном центре в городе Бресте. И особисто з рук самого директора распадарама Тульскага я имел такий гонор отрымаць так само сбор творов докладней друкаванных книг Францишка Скарыны. Узместе иллюстрации сторонок оригиналу, продмовы от самого Скарыны, а так само дополнение и тлумачение от автору проекту. Тексты книг складены на трох мовах – беларускай, английской и русской. У сбор уваходзись 20 томов. Гэта книга, надрукаванная Францишкам Скарынам, пачынаючи с 1517 года. Тут и ягоны знакомиты «Псалтыр», и «Апостол», и «Малая подорожная книга» у двух частках. А так само особник вертанне. Гэта книга присвеченная самому проекту узнавлення книжной спадшины. Крапатливая праца доужилася на протягу некальки годов навыковцами Беларуси, а так само с упрацовниками замежных музеев, архивов и библиотек. Часом бывало так, что совсем выпадково некое выдание Скарыны, якое до этого лечилось страченным, находилось у библиотеки, например, частково было знайдено у Британским национальным музея, где было просто подписано, что это некая русская книга, и никто нова докладно не ведал, что минавито это фрагмент выдания Францишка Скарыны. Для Пинской междуецезиальной духовной семинары отрымать таки подарунок «Великий гонор», а тем больше, что надрукованная Скарынам книги библейских с месту, гэтая каштовная махчимость ближе познайомится со значной, культурной, навыковой и духовной спадшиной Беларуси. Каждый человек на Земле уникален. Доказано, что, к примеру, отпечатки губ, как и отпечатки пальцев на руках, не повторяются. Существует целая наука дерматоглифика, которая изучает узоры на коже ладоней и стоп-человека. Ученые дерматоглифики по линиям на пальцах могут рассказать не только о предрасположенности человека к болезням, но и о его профессиональных качествах. Вместе с тем, у направления, которое уходит своими корнями в седую древность, есть и свои поклонники, и противники. Кто-то относится к дерматоглифике как к науке, а кто-то сравнивает с цыганским гаданием. Около двух лет назад в Бресте появились специалисты, которые проводят тестирование по отпечаткам пальцев, благодаря которым можно узнать свои скрытые возможности и способности, а также профессиональное качество. О чем могут рассказать узоры на пальцах, выясняла корреспондент БУК-ТВ Ирина Альшова. Тестирование по отпечаткам пальцев или по научному биометрическое тестирование основано на науке дерматоглифики. Направление молодое и основано в середине 19 века, а сама методика существует чуть более двух лет. Тестирование показывает, куда, например, основные направления, куда может ребенок поступить, что делать, на какие виды спорта, например, ему ходить. И его профобразование, что лучше для того, чтобы реализовать себя. Потому что когда человек может реализовать себя, ходить на любимую работу и делать то, что ему нравится, я считаю, что это здорово, тогда у человека глаза блестят, и он не думает, что вот наконец-то начался понедельник, и как отработать до пятницы. А он просто идет, делает свое дело и делает его с удовольствием. Проект «Инфолайф» – продукт российского производства. Тестирование проводится по разным направлениям – интересы и потребности, профессиональная деятельность, способности к спорту, здоровье, физиологические особенности. Все данные высылаются на почту клиента, после чего удаляются. Возраст принципиального значения не имеет. Мы тестируем уже где-то с трех лет, у детей с трех лет, потому что если у ребенка хороший позвоночник, гимнастика, то он может ходить и заниматься гимнастикой, во всяком случае пробоваться, потому что чуть позже это. И у меня, в принципе, 40% взрослых тестируется. Остаться равнодушным к такому тестированию сложно. Его задача не только раскрыть резерв, но и помочь разобраться в себе. И так как отпечатки пальцев не меняются, тест актуален всю жизнь. Это было интересно, это не могло быть неинтересно, потому что когда тебе рассказывают, это всегда увлекает. В целом впечатление, как от многих таких подобных тестов. Это что-то такое между условно гаданиями, составлением гороскопа по дате рождения и какими-то тестами на ДНК и прочее. Что-то почерпнул, какие-то мои догадки подтвердили, с какими-то вещами даже я, может быть, был не согласен. Но это, да, в принципе, это, наверное, больше рекомендательного характера, потому что все-таки тоже слепо следовать инструкциям тоже не всегда стоит. Главная цель всех программ, тестов и методик – дать человеку полную психологическую картину о себе самом и новые возможности для развития. Есть люди, у которых развитая интуиция, они слушают свое сердце, у них и так получается, они идут, и главное там, и не обязательно это проходить, как бы там, тестирование. Ну, кто-то хочет что-то опознать, кто-то, какие-то свои лучшие качества всегда можно. Я говорю, мне это помогло. Ирина Альшова, Денис Величкович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. В Солигорске тысячи верующих присутствовали на освящении нового храма, который строили 23 года на пожертвование прихожан и спонсорскую помощь предприятий и организаций района. Кафедральный собор Рождества Христова стал одним из самых высоких в стране и первым по величине. Сегодня в канун Великого Рождественского поста состоялось освящение Кафедрального собора Рождества Христова. Первый престольный праздник – собор от месяца 7 января, в юбилейный для Солигорска 2018 год. Сотни паломников из всех уголков страны съехали, чтобы воочию лицезрить самый большой храм Беларуси и принять участие в божественной литургии. По своду Христа Рождественского собора привезли сразу несколько святынь, в их числе частицы мощей святого апостола Андрея Первозданного и святой, равна апостольной Марии Магдалены. Копчег с частицами мощей 54 святых подвижников, новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. По канону выстроенный храм может быть местом совершения божественной литургии, не иначе, как после его освящения. Только тогда обыкновенное здание делается святым. Чин великого освящения совершил митрополит Минский Заславский Павел, патриарший экзарх всей Беларуси в сослужении Сомна архипастери. Хочется пожелать, чтобы вот такая симфония, которая сегодня есть у нас в Беларуси, чтобы она продолжалась всегда. Симфония, соработничество, созидательный труд. И если это будет согласие, взаимопонимание и поддержка друг друга, то в этом случае будет с нами и благословение Божие. С первой зажженной свечи храм озарился. Главная покровительница местных земель – святая праведная София, княгиня Слуцкая. Ее мощи хранятся в Минском кафедральном соборе. В Солигорск в честь праздника передали большую частицу мощей святой. Специально для этого в храме возвели сень и гробницу. Мы освящаем кафедральный собор. В нем совершена первая божественная литургия. Мы видим сегодня тысячи верующих, которые пришли поблагодарить Бога и, конечно же, посмотреть на то благолепие, поучаствовать в общем торжестве, в празднестве. И, конечно, посмотреть, что получилось, потому что каждый житель города Солигорска и района внес свою лепту. Совершаем эту молитву благодарности Богу, что позволил нам в такое время построить такой великолепный храм. Всем миром строили. Комплекс зданий прихода кафедрального собора воздвигался поэтапно с 1994 года. Тогда в Солигорске не было ни одного православного храма. Уже в 2000-м освятили крестильную Богородийскую церковь, а в 2010-м продолжили строительство комплекса. Для главного архитектора собора проект стал заветной оконченной мелодией. Фантастическая мечта и идея из бумаги почти через четверть века вылилась в 60-метровые стены с возведенными над ними золотыми куполами и звонницей. Необходимо было доминанта архитектурная, знаковая. Хотелось, чтобы над городом плыл купол с крестом. Вот такой проект, который мы видим, реализован. В строительстве собора принял участие практически каждый солигорчанин. Комплекс возвели за счет пожертвований граждан и спонсорской помощи предприятий и организаций района. Многие внесли свой вклад в его строительство, потому что нельзя кто-то вносил вклад своим трудом, своим участием, кто-то молитвами. И сегодня действительно вот тот храм, который мы построили, он позволит, может быть, кому-то обрести веру, может быть, кому-то надеяться на лучшее, приходить молиться. Огромная благодарность производственному объединению «Беларуськария», который очень подключился к этому, да и весь. Все организации города Солигорска не остались в стороне. Вот, видите, храм уже и построился. И сегодня такая историческая дата у города. Общая площадь Креста Рождественского собора – 3,5 тысячи квадратных метров. Во время богослужения в нем могут находиться до 2 тысяч человек. Также в стенах двухэтажного корпуса разместится социальный центр. При соборе есть комплекс специальный, где разместятся наши социальные службы, благотворительные службы. Здесь будет размещаться братство и сестричество молодежное, которое в настоящий момент более 150 человек насчитывает. Здесь разместится крупнейшая в Минской области воскресная школа, более 250 воспитанников у нас. Здесь сестричество, которое занимается попечением о людях, одиноких, больных, инвалидах. Все это будет размещаться здесь, в соборе. На богослужении присутствовали и молились представители администрации города, депутаты, руководители предприятий, почетные граждане Солигорщины. Сегодня поистину большой праздник в нашем доме, в нашем районе, в наших сердцах. Этот праздник сегодня у нас с нами присутствует благодаря вашему труду, вашему радному труду, вашим добрым и светлым умыслам, с которыми строился этот храм, нашими общими пожертвованиями. Уполномоченный по делам религии и национальности Республики Беларусь поздравил прихожан и служителей церкви от имени правительства и вручил собору крест. Икону святителя Николая Чудотворца в дар, но в освященному храму преподнесли от имени губернатора Минублсполкома Анатолия Исаченко. Поздравительный адрес зачитал первый его заместитель. Особые слова предстательности и глубокой благодарности митрополиту Флорету, почетному подавшему к закону Сея Беларуси, который стоял у истока строительства этого капитального собора и митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, подавшему к закону Сея Беларуси за огромный вклад в благое дело. Строительство собора завершено. Это знаковый этап жизни прихода и города. Теперь предстоит новая задача – созидать человеческие души посредством церковных таинств, которые будут совершаться в новоосвященном храме. Я хочу поблагодарить всех, кто на протяжении с 2008 года и вот по сегодняшний день, кто трудился, кто молился, как было сказано, кто делал хорошие добрые дела, чтобы финальная точка в строительстве нашего кафедрального собора была поставлена. Я всем желаю мира и добра. Спешите делать добрые дела в свое время. Всех с праздником! Это храм, построенный народом, всем. Потому что каждый внес вклад в этот храм. И чем больше люди будут сюда ходить, тем, может быть, чище будет. Результат налицо, радует. Результат хороший получился. Строили, строили, наконец построили. Пользуются потомки нашим, этим богатством нашим, что мы создали. Второй открытый Кубок Белоруссии по пауэрлифтингу без экипировки прошел в Пинске. Более сотни спортсменов из разных городов, самые сильные женщины и мужчины страны и мира. Здесь действительно было на что посмотреть. В зале за участников болели и наши корреспонденты. Не перевелась ли сила богатырская? Удалось узнать пинчанам на втором открытом Кубке Белоруссии по пауэрлифтингу без экипировки. Соревнования по силовому троеборью такого уровня для Пинска в новинку. Изначально мы планировали проводить в Борисове, но там вышла накладка руководственного в последний момент отказала, вернее сначала согласилась, потом отказала, в проведении соревнований в конкретные даты, которые мы устанавливали. Для наших спортсменов это очень важно, потому что подготовка состоит из циклов, которые подводятся под конкретную дату. Из разных регионов страны в столицу Полесья съехались полторы сотни спортсменов. Год назад на первом Кубке у нас было приблизительно такое же количество человек. Если я не ошибаюсь, тоже в районе 170. А чемпионаты это уровень чуть повыше. На первом чемпионате у нас было 230 человек, а на втором почти 300. Оценить свои физические возможности участники смогли в троеборье, силовом двоеборье, жиме лёжа, становой тяге и народном жиме. Главная задача спортсмена – поднять максимально тяжёлый вес. В соревнованиях впечатляла зрителей не только сила участников, но и их возрастной диапазон. Чемпион мира по пауэрлифтингу, обладатель нескольких мировых рекордов, Михаил Вербицкий в свои 66 лет даст фору многим спортсменам. Спортсмены показали в эти дни настоящий триумф силы и стремление к победе. Не перечесть, сколько медалей увезли с собой из Пинска участники. Победители определялись в пяти дисциплинах, в девяти возрастных группах и разных весовых категориях. В командном первенстве лидерами стали представители «Гродно». Третье место у спортсменов, представляющих спортивный клуб «Адреналин». Команда Пинска на второй позиции. Вклад в достижения пинчан внесла Ольга Кибак и её тренер Виталий Паримон. Я давно занимаюсь, лет восемь. Позвали ребят в тренажёрный зал, тянулось, понравилось и всё, понеслось. Оля является уже по килограммам, по своим поднимаемым килограммам спортсменом профессионального дивизиона. То есть, вот если бы мы как раз попали в Москву на чемпионат мира, на который мы собирались, она бы уже попала в этот дивизион среди профессионалов. В жиме лёжа с результатом в 90 килограммов Ольга Кибак заняла первое место в весовой категории до 53 килограмм. Виталий Паримон установил новый мировой рекорд. При весе 82,5 килограмма он выжил 220 килограммов. На соревнованиях в Пинске спортивных достижений на грани фантастики оказалось сразу несколько. Мировой рекорд по становой тяге среди юношей установил Александр Кравцевич. Спортом занимаюсь с детства, то есть уже начиная с лет 10, а пауэрлифтингом занимаюсь больше года. У меня была подготовка к чемпионату мира, который проходил в районе трёх недель назад. Ну и сейчас готовился около двух недель к этим соревнованиям. Подобные соревнования – это отличный способ популяризации здорового образа жизни. Ведь пауэрлифтинг – один из самых доступных видов спорта. В жизни многих нынешних участников любимое хобби или даже профессия появилось благодаря походу в спортзал. Вы смотрели новости региональных телекомпаний. Мы рассказываем только о самом важном и интересном, что происходит сегодня в регионах Беларуси. Увидимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова